Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Спикер Сената Маулина Шимбаев на парламентских слушаниях заявил, что доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах, к сожалению, наблюдается увеличение этой категории граждан. Среди ряда областей есть и Западно-Казахстанская область. Самый низкий прожиточный минимум на душу населения по итогам января 2023 года был зафиксирован в Западно-Казахстанской области всего 40 902 тенге. По словам спикера, одним из решений, позволяющих повысить благосостояние населения, является развитие микро и малого предпринимательства. Независимые экономисты полагают, что когда у граждан нет стабильных доходов, они вынуждены брать кредиты, чтобы хоть как-то перебиться. 75% всего населения старше 18 лет являются долговыми рабами у банковского сектора, либо у микрофинансовых организаций. Кредиты берутся даже на еду, которая все время дорожает. По последним оценкам Всемирного банка, доля бедного населения в Казахстане составляет 15%. Официальная статистика в три раза ниже, только 5%. Такие разнополярные данные не позволяют определить точное количество тех, кто нуждается в госпомощи, заявляли депутаты. Мы можем сегодня говорить о том, что 5% жителей нашей страны, ну вот читайте от общего количества, оно живет ниже прожиточного минимума, то есть не может обеспечить себя самыми необходимыми вещами, продуктами, прежде всего. То есть 5%. Ну, возможно, эта цифра больше, но сегодня у нас органы статистики дают такую цифру, но мы на нее ориентируемся, но это не значит, что у нас только 5% бедных. У нас бедных-то больше как раз, но это вот та категория, которая находится в наиболее сложном положении. По мнению экспертов, величина прожиточного минимума в Казахстане занижена практически в три раза. Если исходить из этих расчетов, то бедных в стране будет не 5% от населения, как рапортует официальная статистика, а все 60%. Поэтому эксперты отмечают неадекватность потребительской корзины, на основе которой и высчитывается прожиточный минимум. Победить бедность можно с помощью бизнеса. Как отметил спикер, в Жамбылской области реализуется пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. Рассматривается вопрос о масштабировании этого подхода на республиканском уровне. На эти цели в 2023 году предусмотрено 52 миллиарда тенге, добавил Маулина Шимбаев. Я думаю, что это очень важно, что сельские жители получают возможность для получения микрокредитов. И это позволит в том числе бороться с проблемами бедности. Просто там в основном сельчан давали, а как быть горожанам там тоже много людей. Для горожан же есть и другие возможности, другие программы, есть другие какие-то возможности. Ну понятно, что и у горожан есть проблемы, но для нас сейчас очень важно дать импульс развитию предпринимательства насилия, дать людям возможность развивать микробизнес насилия. И вот до этого самая сложная проблема была для сельских жителей, это вопрос залогов. Многие сельские жители не имеют постоянной работы, занимаются своим подсобным хозяйством и так далее. Соответственно, для банков формально у них нет доходов постоянных. Вот эти все проблемы надо решать. И вот этот пример показывает, что при гибком подходе можно решить вопрос залогов. и постоянного дохода, и обеспечить человека соответствующим кредитом на свое дело. По оценкам экономистов, нужно понимать, что нельзя построить богатую, конкурентоспособную страну с бедными гражданами. Более того, в условиях рыночной экономики вначале должны в массовом порядке появиться пусть несостоятельные, но хотя бы экономически независимые от государства граждане, а затем уже богатые. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области назначен новый заместитель Акима. Им стал Тлебберген Каюпов. Об этом сообщили в Акимате региона. Как уточнили чиновники, назначение произведено по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и распоряжением Акима области. Тлебберген Каюпов будет курировать вопросы стратегии и экономического развития, финансов, государственных закупок и коммунальные собственности, координации занятости и социальных программ, инспекции труда, строительство, государственного архитектурного строительного контроля, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Тлебберген Каюпов родился 24 января 1976 года. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности бухгалтер-финансист. В разные годы работал налоговым инспектором, руководителем отдела экономики и финансов, руководителем отдела, замруководителем управления финансов Западно-Казахстанской области, зам Акимом Чингерлаусского района, замруководителем управления строительства Западно-Казахстанской области, руководителем управления экономики и бюджетного планирования, зам Акимом Западно-Казахстанской области. До назначения он работал руководителем управления финансов Западно-Казахстанской области. Врачи из Уральска готовят к отправке в Турцию. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области. Среди них опытные и знающие свое дело врачи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и терапевты. Когда и сколько врачей отправятся в пострадавшие регионы Турции, расскажет наш корреспондент. В регионе сформирована бригада из пяти врачей для выезда и оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении жителям Турции. Среди них опытные врачи-хирурги, травматологи, анестезиологи, нейрохирурги. С учетом того, что очень много происходит, получили травму населения Турции, мы включили в бригаду травматолога, имеющий стаж более 20 лет, который работал и на районном уровне, и сейчас работает в городской организации, проводит очень много операций. Также мы включили в состав бригады наше заведующее отделение по санавиации, так как он имеет опыт сформировать бригаду для оказания экстренной помощи нашему населению. Этот опыт ему пригодится, и он может оказать такую же помощь населению Турции. Малик Утигулов – врач-хирург с большим опытом. Он рассказывает, что в такой сложной ситуации нельзя оставаться в стороне, и каждый должен помочь, чем сможет. Врач отмечает, что пострадавшим важно оказывать не только медицинскую помощь, но и психологическую. При возникновении таких чрезвычайных ситуаций, как землетрясение, либо авиакатастрофа, либо автокатастрофа, зачастую у пациентов не бывает изолирована травма, то есть бывает сочетанная травма. К примеру, когда травма сочетается перелом каких-то определенных конечностей, повреждений внутренних органов, либо повреждений головного мозга. В таких случаях пациент нуждается в осмотре, в помощи не одного специалиста, а нескольких. Примеры таких, как травматолог, либо нейрохирург с хирургом, либо травматолог с нейрохирургом. Поэтому в связи с тем, что в Турции произошло такое землетрясение с большим количеством жертв, сейчас на данный момент они непосредственно нуждаются в таких специалистах. Слово, в соседней Атраусской области четверо врачей также готовы вылететь в Турцию для оказания помощи пострадавшим. В их числе хирург, анестезиолог, реаниматолог, нейрохирург и терапевт. Точное количество медицинских специалистов и сроки отправки в Турцию установит Минздрав. Дана Киримбаева, Эбола Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Сельчане, проживающие рядом с заводом, боятся за свое здоровье в Мангестауск области. По их словам, промышленный объект отравляет им жизнь. Люди говорят, что от завода по производству аммиака и азота исходит неприятный едкий запах. Наши корреспонденты разбирались в ситуации. Жители села Баскудык Монолинского района Мангестауск области жалуются на едкий невыносимый запах. Сельчане уверены, что источником зловония является завод, который производит аммиак и азот. Данная проблема мешает не только жить полноценно, но и влияет на самочувствие и общее состояние здоровья населения, отмечают сельчане. Муж, например, задыхается и отдышка идет, и ночью не может спать. Нам вообще летом трудно, чтобы работать, вообще тяжело. А у меня самой есть аллергические бронхальные астмы. Задыхаешься, потому что у детей сейчас уже начинается. Мы не можем доказать, что наши дети именно болеют от этого, потому что аллерголога нет, доступа нет нам. Потому что мне 80, мне надо проверяться, потом нужно проверять 10 человек, посчитать по 7 тысяч, сколько будет. В свою очередь, руководство завода акционерного общества «Казазот» говорит, что у них есть разрешение на сброс вредных отходов, которые утилизируются в фост-хранилище Кошхарата через открытый канал, находящийся на балансе ТОО «Лидер Курлос». «Казазот» говорят, что слышат жалобы сельчан и планируют за свой счет проложить закрытую трубу до хранилища вредных отходов. Конечно, мы понимаем, у нас некоторые сотрудники тоже проживают в данном поселке. Мы понимаем, что раздаются разные запахи. Здесь нельзя винить только канал и только «Казазот». Здесь много промышленных предприятий, а также непосредственно в близости находится само хвост-хранилище Пошхарата. Для того, чтобы пойти навстречу, как-то минимизировать именно негативную оценку в сторону «Казазота», мы приняли решение, сейчас уже заканчиваем, буквально завтра до обеда закончим. То есть было распроектировано в открытом лотке спуск воды, теперь мы проложили уже трубопровод. Стоит отметить, что завод планирует начать переработку отходов. Реализация проекта займет 4 года. Нарколабораторию обнаружили на чердаке многоэтажного дома в Уральске. 39-летний мужчина организовал теплицу для выращивания наркотических растений. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции. К делу он подошел серьезно. Приобрел через телеграм-оборудование, семена и видеоинструкцию по выращиванию конопли. Обшил стены фольгой и пластиковым материалом, утеплил помещение, сделал освещение и вентиляцию. При обыске у него изъяли 8 садовых горшков с растениями и удобрения. В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит наказание от крупного штрафа до двух лет заключения. Сам мужчина пояснил, что он через интернет-сайты заказал оборудование, семена, видеоролики по выращиванию марихуаны и оборудовал помещение под нарколабораторию у себя на чердаке девятиэтажного дома. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 300 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Актау стартовал прием предложений в рамках проекта «Бюджет народного участия». Внести свою непосредственную лепту в благоустройство областного центра горожанам предлагает Акимат Города. Инициативы жителей по улучшению городской среды реализуют за счет бюджета. С 20 февраля до 10 марта текущего года любой желающий может предложить свою идею для развития и благоустройства территории города, предоставив примерную смету, макет или схему. Примут решение, будет ли реализовано предложение жители сами путем голосования. Одно из главных требований заключается в том, что все предложенные проекты должны быть общего пользования. Любой житель города Актау, достигший совершеннолетия, может подать свои заявки с проектами на официальный сайт Акимата Города. Специалисты отмечают, что каждый житель города сможет проголосовать за тот или иной проект только один раз. В рамках проекта бюджет народного участия принимаются заявки по следующим направлениям – озеленение, создание, ремонт и освещение парков, скверов, пешеходных зон или иных объектов, установка и ремонт беседок, урн, оборудование и конструкции для игр, детей и отдыха взрослого населения. Я бы очень хотела, чтобы установили безопасные качели, чтобы ребенок не мог упасть. Также было бы хорошо, чтобы на детских площадках была не одна горка, одна качеля, а появились новые безопасные атрибуты для наших детей. Голосование будет осуществляться по принципу «один житель, один голос». Проекты, набравшие менее десяти голосов, выбывают из программы. На странице Акимата в разделе «Бюджет народного участия» все желающие в режиме реального времени могут отслеживать предложенные проекты. 30 наставников для работы на производстве подготовят в Актюбинской области. Они будут получать оплату за обучение молодых специалистов. Ежегодный обучающий курс проходит в рамках программы «Школа наставничества» на ЦП предпринимателей Атамикен. Лейла Уесова продолжит тему. Вопросы развития дуального обучения обсудили в региональной палате предпринимателей. Наставничество включено в законодательство, говорят специалисты. Образовательные программы разрабатываются с учетом требований работодателей. Обучение проводит мультипликатор-тренер из Астаны. И наша задача как палаты предпринимателей, чтобы на этих предприятиях были выделены наставники, которые получат основные азы методики передачи знаний. То есть они должны знать азы педагогики, они должны знать азы психологии для того, чтобы работать с детьми. Это дети, это несовершеннолетние, 15-16-летние ребята буквально со школы, которые в колледж поступают. И поэтому мы, национальная палата предпринимателей, представители, работодатели, должны обеспечить наставников самыми необходимыми базовыми знаниями. В течение двух дней слушатели курса освоят организационно-правовые механизмы и задачи дуального обучения. Преподавание дисциплины и модели обучения на рабочем месте. Узнают о развитии системы наставничества. Заявки на участие подали 30 специалистов из 20 компаний в Актубе. У меня тоже был наставник, я до сих пор с ним общаюсь. Он уже на пенсии, а наставничество, оно как бы дает мотивацию, дает определенный опыт в работе завтра молодым поколениям, нашим студентам, которые заканчивают высшее образование, среднетехническое образование. Естественно, человек, который вновь принимаемый кандидат на работу, он как бы на железной дороге, по крайней мере, по нашей отрасли, например, это очень зона повышенной опасности. Каждый наставник у нас получает 10% от своего охлада. Школа наставничества действует в Палате предпринимателей с 2021 года. За это время здесь было обучено 102 наставника предприятий отраслей транспорта, питания, услуг горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Благодаря институту наставничества успешно решаются организационные задачи по датации и обучению новых сотрудников. Реализуется кадровая политика предприятий, что позитивно отражается на укреплении кадрового потенциала и развития производства. В Актюбинской области больше 500 предприятий стали участниками дорожной карты внедрения дуального обучения, которое реализуется по 53 специальностям и 67 квалификациям. На сегодня с 29 организациями профтехобучения достигнута договоренность о совместной подготовке 3,5 тысяч студентов. Это были все новости к этому часу. Обзор главных событий за уходящую неделю смотрите в воскресенье в программе «Итоги недели» с Гульнарой Умаровой. Еще больше полезной и интересной информации вы сможете найти на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова